В Новочебоксарске с 2011 года ведется строительство соборной мечети, а уже в 2015 году было подключено оборудование газовой котельной к местной распределительной сети. Решение этого вопроса было взято на контроль главой республики Михаилом Игнатьевым. Со дня основания нашего города в нем начали жить татары. Еще в советский период здесь существовала неофициальная мусульманская община и человек, исполняющий функции имама. Однако в официальную махалью они объединились только в начале 90-х годов. Ассаляму алейкум барахматуллах и ва баракатуллах. На сегодняшний день на пожертвования прихожан, горожан, мусульман чуваши и некоторых российских гуверний, некоторых бизнесменов, мы на сегодняшний день осилили, минорет построили, купол поставили на центральном здании, крыши закрыты полным объемом, как бы тяжело не было. Благодаря помощи нашей главы республики мы получили в прошлом году газ, хотя крыши не было, отапливали. И в этом году очень тепло у нас в здании. И мы хотим поблагодарить руководителей администрации города Новочебоксарска во всех этапах моей работы с 2005 года. Руководителей кабельного телевидения также, которые помогали, освещали и объясняли людям процесс работы, как мы строили. Мусульмане гордо во главе с председателем общины Минкадиром Рязяповым сразу после получения земельного участка огородили его. Поставили временные здания, где начали совершать пятничные намазы. Параллельно была подготовлена проектная документация на мечеть. Деньги на строительство мечети собирали, что называется, всем миром. Мусульманская община Чувашия невелика. По неофициальным данным, всего мусульман в республике 50 тысяч. Совсем недавно материальную помощь в строительстве оказал и президент республики Татарстан Рустам Миниханов, выделив из бюджета на строительство мечети 5 миллионов рублей. Благодаря такой весьма щедрой помощи мусульманской общине Новочебоксарска удалось продвинуть строительство далеко вперед. Многие люди обсуждали и говорили, что это будет мешать людям, потому что мы же призываем к молитве обычно. Мы же по микрофону призываем молиться. То есть вот этот вопрос как разрешается? Понимаете ли, по нашим канонам, где, допустим, деревни, мусульманские деревни, мусульманские татарские деревни, будут другие деревни, там азам пятикратно говорится. Но российские законы мы чтим и знаем мы, что это дело с 22.00 до 5 утра не должно быть никакого шума. Поэтому здесь никаких вопросов не должно быть возникнуть. Вот мы уже пять лет говорим, азам кто-нибудь слышал ли. Новочебоксарская мечеть будет иметь площадь около 250 квадратных метров, высоту 9 метров, а минарет поднимется над землей на 25 метров. Одновременно в ней смогут собираться на молитву около 150 верующих. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.